Президент США завершил визит во Вьетнам и отправился в Японию, где он намерен посетить Хиросиму. Сейчас эксперты наперебой обсуждают итоги переговоров Барака Обамы с официальным Ханоем. В первую очередь отмену эмбарго на продажу летального оружия Социалистической Республики. Ясно, что решение президента-миротворца не на шутку рассердило руководство Китая. К нам в студии присоединяется политический обозреватель Артевия Мария Гордон. Здравствуйте, Мария. Каковы будут последствия восточно-азиатского турне Обамы? Здравствуйте, Лиза. Хочешь мира – вооружайся. Эмбарго на продажу американского оружия Вьетнаму действовало более 40 лет. Но за эти годы много воды утекло. Война в Индокитае, где против США фактически выступал Советский Союз, закончилась в 1973 году. Теперь в регионе доминирует все более грозный Китай, а Вьетнам, по словам Обамы, уже готов к сотрудничеству. Шаг Вашингтона вытекает из желания США повлиять на баланс сил в Азии. Напомним, между Китаем и Вьетнамом существует спор за право владения территориями в Южно-Китайском море. Мы имеем в виду архипелаг Спратли. Это несколько небольших островков на пересечении торговых и рыболовецких путей. В последнее время Китай активно насыпает и укрепляет эти острова. В Пекине заявили, что защита Китаем в своих территориях ничуть не отличается от защиты Америкой Гавайев. По словам Барака Обамы, снятие запрета на продажу вооружений Вьетнаму основано не на действиях Китая, а на желании завершить процесс нормализации отношений с Ханоем после окончания Холодной войны. Сегодня, выступая в центре столицы, президент США вообще не упомянул слово «Китай». Но ни для кого не осталось тайной, что именно он хотел сказать. Все народы суверенны. И неважно, какая это страна, большая или маленькая. Ее суверенитет должен соблюдаться, а территориальная целостность не должна нарушаться. Большие народы не должны угрожать маленьким. Противоречия должны разрешаться мирным путем. В китайском МИДе понимают, что резких движений в этой ситуации делать не стоит. Здесь высказали надежду на то, что сотрудничество между США и Вьетнамом будет способствовать миру и стабильности в регионе. Тем не менее, представители Пекина очевидно недовольны попытками США укрепить суверенитет их соседей на фоне растущей напряженности в зоне территориального конфликта. Представитель Министерства иностранных дел Хуа Чуньин в своей ответной речи выражалась, как и глава Белого дома, довольно прозрачными намеками. Страны, не входящие в регион, должны уважать усилия региональных держав по сохранению мира и стабильности и уважать региональные правила и порядок, установленные региональными державами в рамках международного закона. Другими словами, не ваше дело, господа американцы. Не ваша сфера влияния. Тем не менее, Вашингтон самым внимательным образом следит за ситуацией. Формально причина есть. С Филиппинами, которые наряду с Вьетнамом участвуют в этом споре, у Америки подписан договор о сотрудничестве. Почему бы не помочь и Вьетнаму? Ему точно пригодятся военные самолеты для патрулирования спорной акватории, поскольку советские самолеты Су-22 и МиГ-29 уже давно нуждаются в замене. Лиза. Спасибо, Мария Гордунова, последнем в восточно-азиатском турне президента Обамы.